Дорогу отремонтировали, сделали широкий тротуар, велодорожку, а теперь еще и парковка появилась у школы номер 19. Дорожная инфраструктура на улице Ленина изменилась до неузнаваемости. И хотя строители еще не ушли с объекта, люди не нарадуются переменам. С ребятишками вообще было не прогуляться было. А сейчас красота мне нравится. Каждый день ходим, то в магазин ходим, то здесь гуляем, ходим. Прекрасно, мне нравится. Дорожники продвигаются от центра к окраинам города. Летом продлили тротуар вдоль главной магистрали Нижнего Посада, от улицы Гагарина до улицы Чехова. На улице Ленина лет 30 не было тротуаров. Люди молчаливо ходили и надеялись, что их проблему увидят. И вот только когда появилась платформа «Тобольск решает», они просто проголосовали за этот объект. Передвигаться пешеходам с костановочным комплексом общественного транспорта стало комфортно. Можно пешком безопасно пройти весь Нижний Посад и подняться на гору. Живем здесь 30 лет. И вот как весна-осень, тут такая грязь и все. И ходить невозможно, а дети ведь поздно и все. И вот были очень рады, что наконец-то нам сделали вот тротуар. По просьбе жителей проложили пешеходный тротуар от улицы Кирова до улицы Алябьева. На пустующем участке земли у церкви Михаила Архангела обустроили автомобильную парковку. Она востребована прихожанами, туристами, родителями учеников школы номер один. На моей памяти здесь не было вот настолько обустроенных пешеходных тротуаров. Сами горожане поставили проблему, озвучили ее, подготовили презентацию. Власть эту проблему услышала, профинансировала. И мы видим конкретное ее решение. И в принципе вот такой подход, он может только приветствоваться. Всего в городе реализовали три инициативных проекта. Один из них на улицах Ахрякова. У детского сада оборудовали парковку. Теперь автомобилисты не оставляют машины на проезжей части. В текущем году нам удалось также из бюджета изыскать 26 миллионов рублей, которые мы и направили на вот эти инициативные проекты. Это теперь у нас закреплено все в законе, есть разработанный механизм. И в течение последующих лет это также будет реализовываться. Будет человек определен, который сможет помочь в оформлении вот этих всех инициатив. Жители реально могут помочь властям вычленить самые насущные проблемы. По улице Урицкого, по этой улице, там много очень ребятишек. Там в каждой семье по пять и по три, там они летом вообще негде играть. Початочку где-нибудь сделали бы. Власти ждут от табаляков интересные проекты. Они не должны ограничиваться благоустройством, а могут улучшить водоснабжение, освещение, внести новшества в сферы образования и культуры. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова